В Краснофлотском районе у 10-й городской больницы днём во вторник пенсионер устроил ДТП, в котором тяжёлые травмы получил его оппонент на мотоцикле. 71-летний водитель Ниссана Куб двигался по Ульческому переулку в сторону улицы Победы. Водителю с 53-летним дорожным стажем нужно было выехать на главную дорогу с левым поворотом. Автомобилист приступил к манёвру и тут же получил удар в борт. В иномарку врезался водитель ярко-зелёного Кавасаки, который двигался со стороны Руднева. О дальнейших событиях рассказал очевидец аварии. Дедушка седой, он выезжал отсюда, посмотрел туда, что там нету, а парень на мотоцикле поднимался оттуда и шкварнул, и он через руль и всё. И на свадьбе тут лежал, там что-то повредил, не знаю, что, но его на скорой увезли. До приезда скорой помощь раненому оказывали очевидцы и сбивший его водитель. На этих кадрах видно, что мотоциклист после столкновения оставался в сознании, медиков он дождался, лёжа на асфальте. Водительского удостоверения у байкера при себе не оказалось. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у пациента перелом костей таза. 35-летнего мужчину положили в больницу, пенсионер вину признал. То есть он вам в борт врезался, а кто кого не заметил? Я его не заметил, я повернулся, посмотрел, нет никого. Туда посмотрел, тоже нет, ну и потихоньку выезжаю. Только выехал туда, удар и всё. По идее, я должен был. А вы снаб заметили или нет? Он так стоит, неудобно. Да я его не смотрел. Не обращали, да, внимания на него? Да, он стоит, не поймёшь, как. В распоряжении автоинспекторов есть запись регистратора, установленного в машине очевидца. Автолюбитель двигался за байкером. На этих кадрах видно, что мужчина за рулём Кавасаки ехал энергично, но держал скорость в пределах разумного. По данным полиции, единственный документ, который был при себе у пострадавшего, это договор купли-продажи на мотоцикл, оформленный в день аварии. Водительское удостоверение у раненого есть, но мотоциклетной категории в нём не стоит. Пенсионер станет фигурантом уголовного дела, поскольку его оппонент получил в аварии тяжёлую травму. С места происшествия Виталина Кондрахина, Юлия Зима и Андрей Алфёров.